ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, мы ставим задачу, чтобы постараться подняться как можно выше. Ну и, естественно, в сегодняшней игре нам нужна была, очень нужна была победа. Еще раз говорю, что мы очень рады. Огромное спасибо ребятам, футболистам за этот характер, за мужество, можно так сказать. Ну и, конечно же, большое спасибо тем болельщикам, которые сегодня присутствовали на игре из нашего города, приехали. Ну и всех, кто за нас переживал и болел дома. Значит, что касается самой игры, мы начали игру не как планировали. Здесь, конечно, сказалось мастерство соперника. Настрой где-то может быть соперника после прошлого тура, после двух поражений. Понятно было, что Дина захочет реабилитироваться. Ну и немножко, конечно, нас не то что смутило, где-то... Ну, не готовы мы были немножко к игре соперника. В каком плане, что соперник очень качественно работал в атаке. И мы не успевали практически перестраиваться, не успевали создавать давление на мяч. Соперник нас зажал практически на нашей половине поля. И хорошо, что нам удалось выдержать, не пропустить в эти стартовые минуты гол. Ну и в итоге где-то в контратаке повести в счете. Ну и далее, то есть мы где-то вот, забив гол, почувствовали, может быть, уверенность, что, в принципе, мы можем играть, мы можем на равных соперничать с соперником. И, как следствие, в результате, опять же, хорошей игры в обороне и контратак мы забили еще два мяча. Но наша болезнь, наша проблема, о чем я говорил до игры, что, ведя в счете с хорошей разницей, то есть мы не то, что перестаем играть, а у нас как-то появляется какой-то страх, что ли. И о чем в перерыве мы просили ребят, что ни в коем случае не переставать играть, то есть продолжать навязывать свою игру. И самое главное, выдержать, опять же, начало второго тайма. В принципе, мы начали очень хорошо, забили. Имели два стопроцентных момента, чтобы забить голы, но вследствие этого в итоге мы пропускаем гол свои. Ну и здесь, конечно же, нас немножко подкосил этот пропущенный мяч, и где-то пропала уверенность. И что нам сыграло на руку, я считаю, что соперник, в принципе, он в первые минуты очень активно играл в отбор, в атаку. И, конечно, силы они не беспредельны. Где-то они тоже сдали двигательные активности. И нам это, еще раз повторюсь, где-то от этого нам стало полегче. Но при игре 4 на 5, то есть здесь уже я... Мое мнение, что здесь, конечно же, умение играть в меньшинстве, оно играет свою роль, но имея на одного футболиста больше, соперник все равно создаст моменты. Хочешь, не хочешь, за такое время, за 9 минут до конца матча. То есть, в принципе, уедены были хорошие моменты для того, чтобы раньше забить второй гол. Но здесь, как говорится, где-то и сама отдача наших игроков, ну и везение, я считаю, что где-то, где соперник мог забить голы, еще раз говорю, где-то, может, он некачественно распоряжался. Вратарь нас выручал, игроки стелились под мяч. То есть здесь, еще раз говорю, выдержали, и я считаю, что заслужили эту победу сегодня. Я считаю, что сегодняшний результат определил такие моменты, как нюансы в игре. Хотя с нашей стороны игра складывалась в принципе стабильно. То есть мы играли агрессивно в обороне, создавали моменты, если брать первый тайм. Содержание было, в принципе, интересное в нашем исполнении. Просто так не бывает. Использование моментов, реализация моментов выходит на первый план с таким соперником. И здесь мы, конечно, не смогли это сделать. И решили нюансы, нюансы, где нужно было проявлять терпение, проявлять выдержку того, что даже пропустив мяч в контратаке, не сваливаться на эту игру. Ошибки, ошибки. И повлекли за собой второй и третий мяч. Но что хочу сказать. В данной ситуации не в этом дело. В данной ситуации у нас есть определенные проблемы, определенные причины, почему у нас подряд несколько поражений. И я очень надеюсь, очень надеюсь, что, во-первых, к болельщикам хочу обратиться, что в трудную минуту я очень хочу, чтобы команду поддерживали. Есть причины, я думаю, что это невооруженным глазом видно, что после определенного периода наступает какой-то спад, какой-то период, где нужно вот находить моральные силы, которые опять поднимут команду. Я в команде не сомневаюсь и уверен на 100%, что мы сможем вернуться на тот уровень, который мы показывали. Это показывает тренировочный процесс, это показывает отношения ребят и полная вера в то, что мы сможем. Мы сможем опять вернуться. Конечно, жалко, что мы теряем вот такие драгоценные очки. И это, конечно, усложняет ситуацию в турнирной таблице и итоги регулярного чемпионата. Но еще раз повторяю, что обещаю, мы вместе с ребятами, что мы будем сделать все возможное, чтобы исправить эту ситуацию и прервать вот эту серию. И только я в данной ситуации, ну, не хочу, говорю, драматизировать, потому что действительно сегодня не то, что там в целом игра, вот нюансы, которые нам не позволили, не позволили все-таки в первом тайме особенно контролировать игру и ушли в большой минус. Очень сложно было во втором тайме это уже возвращаться в игру и каким-то образом... Да, мы пытались, и даже счет стал 3-2, но это уже было в конце игры и сложно было. А так, думаю, что завтра, завтра будет другой день, другая игра. И вера в то, что мы сможем и можем, действительно можем прервать эту серию, в этом есть. Поэтому восстановиться, проанализировать и готовиться к завтрашнему игру. Субтитры создавал DimaTorzok